всем привет с вами андрей слушаю радио не перестаю удивляться сегодня по новостям сказали у кого есть антивирусная программа касперский стирайте пожалуйста не дай бог вас взломают это же русская программа вы что короче они таким способом хотят заставить чтобы многие пользователи перешли на иностранные программы так как это россия это все русофобия немцы уже не знаю за что им взяться самое интересное да касперский русский софт стирай газ нефть идет они это ставь это вот мы не трогаем потому что без него так масло подсолнечное мало да ребята его мало потому что наши братья турецкие которые живут в германии палетами вывозят с магазинов вот это масло туалетная бумага древесина же тоже с россии почему не запрещаете до туалетной бумаги тоже мало потому что наши немецкие соседи в панике скупают рулоны бумаги так вот эта политика который подводит нас всех под черту бедности потому что самые уязвимые граждане в германии так конечно люди которые получают средний и ниже среднего заработка то есть доход на семью они будут в первую очередь страдать потому что бензин дизель дорожает скажем днем но правительство придумал такую схему вообще при покупке бензина или дизеля тебе возвращают 10 центов прямо на заправке вот эти 10 центов будут оплачивать немецкое правительство из своего кармана всем гражданам германии вот такая подачка меня вопрос а вот эти 10 центов спасут от нищеты простых немецких граждан их же не спрашивают за санкции или против санкции они хотели бы выступить потому что но человек работает жить свою жизнью а тут раз цены ползут наверх и он не знает что ему делать зато правительство германии мне кажется тоже не знают как мы быть дальше потому что они за пару дней обрубили все экономические связи с россией оказывается что они от россии зависят больше чем россии от европы я уже в прошлом видео говорил выиграет тот у кого больше ресурсов у германии ресурсов практически нет хотят перейти на уголь шахты которые лет 20 уже были закрыты так что ребята мне кажется скоро нового вакансии вакансии появятся шахтеры германии или будут переходить на атомную энергию хотя атомные электростанции уже германии большинство своем закрыты а топлива между прочим топлива увезли на хранение в россию представляете германия платит ежегодно россии большие бабки вот и думаю если россия скажет а может быть мы вам вернем топливо назад храните вы у себя в европе где-нибудь там я не знаю в берлине или еще я не знаю что будет дальше но я скажу что кризис будет ребята так что покупаем масло туалетную бумагу и что еще есть не знаю напишите в комментариях при кризисе что в первую очередь надо покупать ну а с вами был андрей на канале рабочие будни в германии подписываемся смотрим новое видео всем пока пока